Сегодня я покажу вам, как можно увеличить до 300 FPS в CSGO с помощью простых шагов. Я лично отобрал только самые эффективные и проверенные способы. Это видео поможет тем, у кого слабый ПК и недостаточно FPS, а также тем, у кого мощный ПК, но FPS нестабилен. Так как CSGO работает на старом движке и плохо оптимизировано, то даже на самом мощном ПК бывают просадки FPS, как это было у меня. Досмотри это видео до самого конца, чтобы не пропустить все самое важное. Первым делом нужно оптимизировать свой Windows и ПК. Это очень поможет вам поднять FPS в игре CSGO и избавиться от лагов. Переходим по ссылке в описании и скачиваем утилиту. Она поможет быстро, безопасно и эффективно оптимизировать ваш ПК. Кстати, у меня для вас есть кое-что еще, что поможет вам быстро и безопасно оптимизировать вашу жизнь. Я хотел бы рассказать о CoinX. Невероятная криптовалютная биржа, которую я недавно открыл для себя. CoinX предлагает безопасную и прозрачную платформу для торговли различными криптовалютами. Что мне в ней нравится, так это удобный интерфейс и множество функций, призванных улучшить ваш торговый опыт. На CoinX есть все. От спот-торговли до фичерско-иммажинальной торговли. Их передавая технология обеспечивает быстрые и надежные транзакции, позволяя вам использовать выгодные возможности в режиме реального времени. А разнообразный выбор монет позволит вам диверсифицировать свой портфель и извлечь выгоду из постоянного растущего рынка криптовалют. Присоединяйтесь к CoinX и уверенно исследуйте мир криптовалют. Создайте свой аккаунт прямо сейчас и начните пожинать плоды, которые предлагает эта инновационная платформа. Ссылка в описании. Запускаем утилиту BoosterX и нажимаем начать оптимизацию. Программа предложит три метода оптимизации. Если вы не разбираетесь в настройках винды, то выбирайте первый метод. Если вы хотите быстро оптимизировать все, выбирайте второй метод. Ну а если вы хоть немного разбираетесь в настройках, можно выбрать третий метод. Я лично выбираю третий метод. Затем переходим в базовые настройки и начинаем оптимизацию. Здесь можно вручную отключить ненужные функции, работающие в вашей системе. Либо просто нажать на оптимальное и программа сама сделает все за вас. Затем нажимаем применить. Переходим в раздел электропитания. Отключаем гибернацию и пауэр троттлинг. И добавляем максимальную производительность. Затем нажимаем применить. Далее переходим в раздел службы. Тут отключаем все ненужные службы. И нажимаем применить. После этого перезагружаем свой ПК, чтобы настройки вступили в силу. Итак, мы сделали базовую оптимизацию. Если хотите дополнительно оптимизировать свой ПК, то в эксперт меню есть еще разделы. Но они доступны только для владельцев Pro-версии. Если вы хотите максимально оптимизировать свой ПК, можете приобрести Pro-версию и получить доступ ко всем функциям программы. У меня, кстати, есть Pro-версия и я вам тоже ее советую приобрести. Если вы хотите максимально оптимизировать свой ПК. Кстати, у меня для вас есть промокод на скидку в 20%. Ссылку на программу и купон будет в описании видеоролика. А мы переходим к следующему шагу. Вторым шагом нужно будет настроить параметры запуска игры. Открываем Steam. Выбираем CSGO. Кликаем правой кнопкой мыши. Заходим в свойства. И вставляем в параметры запуска вот эти команды. Я их оставлю в описании под видео. Далее запускаем CSGO. Открываем консоль. Нажимаем на клавишу Y. И вводим следующие команды, которые помогут нам поднять немного FPS. AirDynamic 0. Эта команда отключает вспышки при стрельбе, взрывах, гранат и бомбы. Далее команда Funk Brick Max Spices 0. То есть удаляются визуальные эффекты, связанные с появлением различных объектов на карте. И последняя команда отключает анимация пуль. После чего заходим в настройки. И в разделе графики выставляем следующие параметры. Формат экрана выбираем 4 на 3. Это поможет нам поднять FPS. Общая качество теней выставляем на низкое. Детализацию модели текстур выставляем на среднее. Стриминг текстур можно выключить. Детализация эффектов высокая. Детализация шейдеров ставим на низкое. Повышенный контраст игроков можно отключить. Далее обязательно включаем многоядерную обработку. Режим сглаживания ставим на 4X. И сглаживание с помощью FX мы отключаем. Режим фильтрации текстур мы ставим трилейную. Вертикальную синхронизацию мы отключаем. Также отключаем размытие движения. И включаем режим трех мониторов. И отключаем Uber Shader. И применяем настройки. После того как мы выполнили все шаги. Можно запускать CS GO и наслаждаться игрой. Я надеюсь что это видео помогло вам увеличить хотя бы немного FPS. И вы больше не столкнетесь с лагами и фризами. Вся необходимая информация находится в описании. Увидимся в следующем ролике.